Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге, которая у нас сейчас активно вникает в историю модных домов. К слову, наконец-то, учитывая профиль их деятельности, давно бы стоило. Ну и Ольгу Брэндовну, которая там уже обрыдалась просто и возлежит теперь после рыданий в кровати в очередной раз. Но обо всём по порядку. Как всегда, уточняю, что видео несёт развлекательный характер, и здесь я высказываю своё личное субъективное мнение. В Инстаграм Лена нам выставила новый пост, там она стоит в этом ресторане, в этом жутком красном комбинезоне. Но не суть. Главное, что мы вот вспомнили опять снова про хейтеров, завистников этих проклятых. И оказалось, что какие-то доброжелатели настолько доброжелательны, что посоветовали Лене посмотреть передачу Малахова. Да, как-то называется, чтобы сейчас не переврать, отчаянные домохозяйки 55+. Не смотрела этот шедевр, смотреть не собираюсь, поэтому поверим Лене на слово. А сама Лена нам говорит, что вот ей посоветовали. Почему? Потому что в этих женщинах узнали её хейтеров. Да, именно так. То есть, я делаю вывод, что там какие-то, как Лена нам говорила, неудовлетворённые бабы. Ну и сама Лена нам пишет, что вот на неё как ушат говна вылили. Особенно после того, вот здесь начинается самое интересное, как Лена целыми днями читала историю брендов Луи Виттон и Дольче Габбана. То есть, ну, по её мнению, она вот прочитав историю модных домов нескольких, достигла огромных высот и куда вот ей вот с этими вот тётками, там вообще в какое сравнение это может идти. Кстати, Лена, тебе на заметочку советую ещё и историю Мадемуазель Коко почитать. Тоже весьма занимательный, чтивый, занимательный персонаж. Что касается хейтеров и завистников, опять же, про Малахова не знаю, не смотрела, но вот те, которые есть у Лены, судя по комментариям, да, вот вижу я периодически, я так понимаю, что есть среди них люди достаточно обеспеченные, которые не просто читают про историю брендов Дольче Габбана и Луи Виттон, они уже давным-давно прочитали и сейчас просто носят эти вещи. Лена, как всегда, недооценивает своих завистниц. Понятное дело, что мы все в засаленных халатах, но халаты тоже разные бывают. В любом случае, Лена молодец, наконец-то до неё дошло, что можно ознакомиться и с другими брендами, а не вот только те вещи с распродаж, что продаёт её мама. Кстати, меня всегда удивляло, если у них есть запросы, а Ольга говорит, что у них есть запросы, на более люксовые вещи типа того же Луи Виттон, она постоянно отказывается, потому что боится за пересылку. Ну, пересылка, вы знаете, тоже разная бывает и бывает со страховкой. То есть, перейти в категорию байера какого-то более такого люкс-сегмента, это, ну не знаю, это только Ольга может отказаться, потому что ей, видимо, действительно нравится копаться в куче вещей на распродажах, и это действительно доставляет ей удовольствие. Поэтому вполне вероятно, что в эту сторону потихонечку думает Лена. То есть, после переезда в США, возможно, она планирует закрыть и этот сегмент. Но, знаете, сложно мне в это вериться, потому что то, что она показывает сейчас, вот как нет денег на врачей для детей, то, конечно, такие ролики отпугивают потенциальных покупательниц, которые могли бы у нее впоследствии заказывать эти сумки. То есть, у покупателей моментально возникает недоверие, вот смотря на ролики Лены, что она сейчас пойдет не в бутик и купит им там сумочку и перешлет, а пойдет в какой-нибудь там переход или еще куда-нибудь и купит просто подделку. Хотя, не знаю, возможно, я ошибаюсь, напишите мне тоже в комментариях, стали ли бы вы заказывать дорогостоящую вещь, рисковать своими деньгами, высылая их Байру, который снимает контент такой, как он сейчас у Лены Ланки. Я думаю, что, наверное, немногие рискнули бы. На своем YouTube-канале Лена появилось видео «Мексика, я боюсь покупать продукты в магазине». Но самым первым большими буквами было написано «Я шокирована». Помните, я еще вчера прикалывалась по поводу того, что Лена постоянно в шоке, как и ее мама. И мне так классно написали в комментариях, что Лена уже в Мексике полгода, а до сих пор в шоке только от супермаркета. Это она нам не показывает еще какие-то сферы и аспекты ее жизни. Что говорить про другое? И там же написали, что «А что Лена?» Ольга Брендовна, вон, уже 8 лет, сколько, 9 в США проживает и тоже до сих пор в шоке. Поэтому 6 месяцев – это вообще не показатель и не длительный период времени для этого семейства, которое постоянно в шоке. Лена в этом ролике, кстати, нам показала свое питание. И почему-то я там не узрела хот-дога, про который она нам рассказывала. То есть самое интересное, что я ждала и надеялась, как она польет вот эту булку этим бульоном с жиром, который выварился из этой сосиски, покупной нам не показали, а показали правильное питание, рыбу, салаты. Поэтому да, Лена, требую рецепт приготовления хот-дога и на бульоне из сосиски в студию. Пожалуйста, самый долгожданный рецепт от тебя. Бросай уже крутить эти смузи. Хот-дог хочет зрительская душа увидеть и узреть. Гуляет Лена по супермаркету и говорит, что вот сейчас куплю дочери клубнику и йогурт, потому что дочь на жесткой диете. Тут меня удивили сразу две вещи. Почему на жесткой диете? Вроде бы врач не запрещал проблемы не с желудком, а с ухом. Хотя, с другой стороны, возможно, просто дети до этого ели очень много сладкого. А второй вопрос, что неужели за этим нельзя купить клубнику и йогурт, если они не на жесткой диете, а купить им просто так. И в дальнейшем Лена поясняет, что вот у детей высыпание. Кстати, Неля моментально сдаёт маму и говорит, у тебя же тоже. И действительно, если взглянуть на заставку Лены, то и совместить эту заставку с тем питанием, которое она показала нам в своём видео, концы с концами не сходятся. Питание, показанное нам, по крайней мере, очень чистое. Там не сахара, ничего такого. Откуда, то есть, высыпание? Так от вчерашних конфет, которые Лена ест втихую в машине. И показала нам она это один раз, а употреблять за камерой может регулярно. Отсюда, собственно, и проблема. Если ты знаешь, что твоя кожа так реагирует на сахар и на всю таблицу Менделеева, которая находится в этих конфетах, то, наверное, стоило бы себя как-то ограничить. И вот что мне понравилось, кстати, в супермаркете, уже не первый раз Лена показывает, и мне всё больше и больше нравится, что в Мексике на каждую упаковку печатают наклейки эти, которые тебя предупреждают, что этот продукт содержит, к примеру, много холестерина, калорий, сахара, жиров. Классная вещь. И я бы, конечно, хотела, чтобы по всему миру был аналогичный дизайн, потому что тогда желание схватить какую-нибудь гадость с полки действительно снижается. Ольга Брэндовна появилась на ютубе с видео «Я уревелась с Риком». Кстати, глагол «уревелась» я вот слышу, читаю в первый раз. До этого как-то не приходилось. Вот от Ольги впервые. Ольга сдала налоги свои, теперь может спать спокойно. А также нам показали целых 5, ну максимум, там, наверное, 10 секунд свадебного ролика, то есть, который снимал фотограф, видеограф, и, видимо, его прислали Ольге. За кадром слышно какие-то шмыгания носом, то есть, видимо, это Ольга ревёт. Рика нам не показали, ну, либо я пропустила. Во всяком случае, именно из названия я узнала, что там был ещё и Рик, и что Рик тоже вместе с Ольгой рыдал. И, кстати, это был отличный повод рассказать нам, наконец, почему же Рик не повёл свою доченьку, Лена же частинка его называла папой. Так вот, почему Рик не повёл свою любимую, по сути, единственную дочь к алтарю? То есть, понятно, что он мог бояться ковида, он мог бояться карантина, потерять работу, но нам-то это не объяснили и, по сути, оставили нас гадать и догадываться, по каким же причинам он не поехал. Может быть, он против этой свадьбы, потому что, знаете, о чём я задумалась? А он не знает Троя лично. Если с Майклом Рик познакомился, то Троя он вообще не знает, он ни разу не видел его вживую. То есть, доченька вышла замуж непонятно за кого. Сама доченька трижды с Троем до брака встречалась, третий раз, вот на 10 дней в Турции. До этого пару дней они вместе провели, и вот первое свидание буквально на сутки. А Рик его вообще не знает, то есть, лично их не представили. Может быть, поэтому он решил не ехать на эту свадьбу, что он не верит в это мероприятие и не хотел в этом участвовать. Нам же Ольга не пояснила. Свадьбе дочери и рыданием уделили, как я уже сказала, секунд 10. А что же у нас заняло по времени большую часть видео? Так Ольга в постели. Опять на своем шикарном постельном белье, которым она восхищается 8 лет, забывает, снова восхищается. В этот раз Ольга восхищалась матрасом. Немножко вспомнила былые времена. Свой первый брат, свою первую софу. Юлю туда же, которая до сих пор спит на неудобном складном диване. Ну и все. Хотя нет, нам еще прорекламировали замечательную сумочку из крокодиловой кожи, которую купили себе. Но потом пошла сложная логическая цепочка. Я постараюсь до вас донести побыстрее. Так вот, сумку из крокодиловой кожи, кислотного цвета, купили себе. Но потом мы осознали, что мы боимся крокодилов. Потом мы еще увидели, что в этой сумке дырка. Мы долго гадали, для чего же в сумке дырка. Возможно, чтобы была вентиляция. Но если дырку прижать рукой, когда носишь сумку, то она вроде бы уже и не дырка. Хотя нет, это скорее всего, чтобы сумка открывалась и закрывалась. Лучше, в общем, девочке продаю я вам эту сумку. Как-то так это было. Сама носить не буду. Пишите, звоните, куплю еще. Ольга, конечно, юмористка. За это я и люблю периодически смотреть ее ролики. Мое самое любимое, которое я просто всегда жду от Ольги. Когда же Ольга, наконец, начнет снова готовить и показывать нам свои шикарные подгоревшие рецепты. А как оказалось, Ольга еще замечательно снимает рекламу. Особенно, если в кадре есть замечательная сумочка с большой дыркой. На этом все. Пишите, что думаете. Всем пока.